В 1997 году финский лыжник Марко Кантанева входил в национальную сборную по лыжам. И вот он в межсезонье, когда лыжники тренировались без лыж, он увидел, что физическая подготовленность лыжников намного возросла, показатели выросли. Он немножко изменил технику, немножко добавил своего и запатентовал эту технику скандинавской ходьбы. Каждый третий финн занимается этой ходьбой, во всей Европе этим занимаются. Это распространено и на Украине, у нас появилось это буквально в прошлом году. Эффективность этой ходьбы заключается в следующем, что 90% всех мышц нашего большого человеческого тела, 90% работает. То есть это и для мужчин, и для женщин? Да, для всех категорий. И детки? И деток тоже. У меня девочке 4 года, она тоже берет палочки и ходит вместе с нами. Практически противопоказаний нету. Аритмия существует, также легочно-сердечная недостаточность, всевозможные заболевания суставов. Ну, пожалуй, и все. Мы ходим в группе, это еще и психологический такой аспект, когда все занимаются, можно поговорить на разные темы, соединяются разные профессии. И хорошее настроение, мы занимаемся на природе, у воды, как правило, вот, хорошие маршруты разрабатываем. Попасть? Пожалуйста, диспансер спортивной медицины для скандинавской ходьбы, ничего особенного, просто специальные палочки и настроение, самое главное настроение. Кротш-поботш, иди вместе!